Ну, ребята, наконец-то... Привет, ребят! С вами я Елена Рамос. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я отвечаю вам на вопросы о программе. И чтобы у нас было отдельное видео, в котором я вам рассказываю, чтобы не было множества вот этих вот вопросов о как и о что, как всё происходит, вы просто посмотрите видео, и вам всё станет ясно. Немножечко о себе. У меня... Про себя. Меня зовут Елена Рамос. Я преподаватель французского языка и основатель школы Tower School. Наша школа начиналась офлайн. Мы находились в башне Монпарнас. У нас были великолепные виды на Париж. У нас были только офлайн-курсы. И с приходом ковида мы перенесли всё это в онлайн. И так мне понравилось заниматься в онлайн, что мы начали больше всё развивать. И так как я такой адепт всяких интересных гарвардских методик, ну, в общем, методик университетов, и я, скажем так, переворачиваю немножко академическую манеру преподавания. Да, мне больше нравится просто результат, работа на результаты на эффективность. Я вам хочу рассказать о наших группах, в которых как раз-таки я работаю над тем, чтобы вы учились французскому эффективно. Мы разделим всё на уровни. Так будет легче. Первое, что, наверное, такое отличает нас или может быть для вас очень интересным, это то, что я в группах выступаю как коуч. То есть я с вами провожу первое занятие. Ещё до первого занятия я с вами разговариваю, провожу индивидуальный тест. Во всяком случае, на данный момент мы сохранили вот такую вот схему. Потом я определяю вас примерно по вашему уровню, психотипу. Я вижу ваш потенциал, да, сколько у вас иностранных языков, сколько вам лет, где вы живёте и так далее. И я определяю вас в группу. В этой группе мы начинаем заниматься сначала со мной. Я веду вас первые два часа, первое занятие. Мы ставим и прописываем с вами цели. То есть я выступаю как коуч. Обязательно мы выбираем красивую тетрадочку для курсов, да, вот там какая-нибудь такая красивая, которая вам нравится. Она должна быть большая, а четыре красивая. На первой страничке этой тетрадочки мы прописываем с вами цели. То есть то, что вы конкретно, чего конкретно вы хотите достичь. И эти цели должны быть положительными и такими, знаете, ну действительно мотивирующими. То есть если вы хотите говорить на французском языке, значит вы должны описать и представить, как вы, ну например, если вы приезжаете во Францию и хотите говорить на таком бытовом французском, значит вы приезжаете, представляете, как вы идёте в ресторан к булочнику, с кем-то знакомитесь и спокойно говорите с ним на простом языке. Да, не ставьте себе изначально цели, там, говорить на языке Вольтера и Руссо, потому что цель должна быть очень реальная. И цель мы ставим на три месяца, ни на год, ни на два. И не такой, я хочу говорить без акцента, как француз, как будто бы я родился во Франции. Это цель, которая, скорее всего, вас в определённый момент демотивирует, то есть не будет мотивации, потому что она, ну скажем, в некотором смысле нереализабельная, да, то есть её сложно реализовать. Мы с вами пишем эти цели, расписываем, и дальше у нас идёт первое занятие. На первом занятии я работаю со своими авторскими таблицами, я показываю вам схему французского языка, я показываю, как быстро и эффективно сразу же использовать какие-то приёмы, чтобы начать говорить. Мы разбираем, естественно, глагол, глагол это царь и король в французском языке. И я, да, вот хочу, чтобы у вас была вот эта вот общая энергия группы, чтобы вам хотелось приходить и видеться друг с другом, разделять ваши какие-то результаты, проблемы и так далее. И обычно магия группы, она срабатывает, и действительно у нас достаточно мало, да, вот какой-то текучки, хорошая очень статистика, именно потому что есть магия групп, которая идёт, в принципе, от того, что изначально я понимаю, с кем я должна вас ставить. Так как, слава богу, учеников много, я могу это сделать. И обычно раз в месяц у нас идут собрания с преподавателями, и мы можем переформировать группы, да, потому что если у вас где-то застой, я буду трястись, меня будет трясти, если у вас этот застой. Мы будем с вами решать эту проблему, и мои ученики могут вам это подтвердить. Пока я не решу с вами эту проблему, я как бы от вас не отстану. Вот, поэтому у нас идёт вот такая вот, то есть мне важно, чтобы вы вот эту цель, которую мы с вами поставили, вы её достигли, потому что для меня французский язык – это призвание, и я хочу, чтобы вы реализовали. Почему? Потому что если вы себе что-то обещаете, бросаете на полпути то, что вы хотите сделать, у вас идёт утечка энергии, недовольство собой, и я не хочу, чтобы так произошло. Поэтому мы работаем с вами над этим. После моего первого урока у вас идут на первом уровне два занятия в неделю по два часа. Обычно у нас такая структура с двумя русскоязычными преподавателями, которые идеально говорят на французском и без акцента. Ну, или фактически, да, без акцента я его не слышу, например, с моей стороны. С этими преподавателями вы динамично идёте по той программе, которую я написала. Обычно, ну, сейчас у нас уже есть разработанные программы, я их всё время улучшаю, я всё время пытаюсь сделать так, чтобы вам было максимально удобно. И работаем мы на платформе Zoom. С преподавателями почему хорош подход двух разных преподавателей? Потому что я обязательно ставлю пары преподавателей разных по темпераменту. И таким образом ваш мозг, он постоянно находится на таком вот бодрячке. Постоянно вы... он постоянно просыпается, да, он постоянно выходит из зоны комфорта. Потому что когда даже вы с одним преподавателем, и вы, наверное, это замечали, во всяком случае, мне многие писали о том, что вроде бы преподаватель классный, вроде бы всё здорово, но приедается. Вот приедается, и как-то вот голос, уже знаете, мозг на голос не реагирует, хотя преподаватель суперский, классный и так далее. Вот мы решили эту проблему таким образом. У вас два преподавателя на уровне А1. И у вас идёт, ну, грубо говоря, у вас занятие вторник и четверг. Вторник с одним преподавателем, четверг с другим. И у вас идёт домашка со вторника на вторник, и с четверг на четверг. То есть вы сами распределяете своё время, когда вы делаете домашние задания. Каждый один раз в месяц, каждое там последнее, первое занятие второго месяца я провожу с вами билен. Я смотрю, как мы продвигаемся к тем целям, которые мы с вами поставили, и какие у вас личные блоки появляются. Что классно, когда вы начинаете с нуля, это то, что мы искореняем все вот эти ошибки и какие-то пробелы, которые могут быть, если вы пытаетесь там что-то как-то учить сами, где-то как-то, да, не так поняли, не так прочитали. Вот мы, если вы с нуля начинаете сразу с преподавателем, то мы, конечно же, это всё искореняем. Дальше. Обычно уровень нулевой, он идёт три месяца. Естественно, с тем, что вы работаете четыре часа в неделю, у вас примерно два часа домашкой в неделю, то есть нужно понимать, что это будет шесть часов вашего времени где-то, которое вы должны найти. Занимаемся мы в радости, в любви, в классном настроении, и только так. И обычно, если ученик к этому не готов, то он как-то вот сам, как бы, да, отходит. Ему не нравится, да, и вот он как-то сам отходит. А поэтому у вас будут только положительные, только хорошие товарищи по учёбе, и это абсолютно точно. После того, как вы успешно прошли контрольные, которые у нас идут как раз-таки в учебнике, и пишем мы их каждый месяц, и делали три билен со мной, да, три анализа, три урока, и прошло три месяца, мы обычно переходим, если всё хорошо, на уровень А2-Б1, и этот уровень длится полгода. И здесь самое интересное, что в определённый момент, может быть, не всегда и не со всеми сразу, но уже на второй месяц я вам добавляю третьего преподавателя, и это носители языка. На данный момент у нас два носителя языка, это Орьян и Рэми, мальчик и девочка, и они оба обожают Россию и русскую культуру, у них очень много русских друзей, и Орьян немного говорит на русском, а Рэми очень хорошо говорит на русском. Это не означает, что он будет с вами говорить на русском, но это означает то, что он обожает славянских людей, культуру, балет, литературу и так далее. Это очень приятно заниматься с преподавателем, с носителем языка, который понимает вашу культуру, понимает вашу структуру языка и тоже может сравнить. И если у вас какой-то там блок, он это услышит и всё равно поймёт. И тут у нас получается три занятия в неделю. Один с одним русскоязычным преподавателем, второй со вторым русскоязычным преподавателем, и третий с франкоязычным преподавателем час, чтобы это всё закрепить. Обычно программа идёт таким образом во всех курсах. У вас то, что объединяет всех преподавателей, это лексическая тема. Например, если мы говорим о семье, то вы разбираете семью там в течение недели или двух, зависит от уровня. И сначала вы, значит, там разбираете лексику с одним преподавателем, продолжаете её с другим, и с носителем языка вы её закрепляете. Не во всех группах, но в основном мы даём обычно вопросы заранее на урок с носителем языка, и вы можете к ним подготовиться. Там всё зависит тоже от групп, но обычно это происходит так. И дальше, через полгода, всё прекрасно, и вы переходите на уровень B1, и здесь у нас идёт та же схема, занятие тут только на французском, ни слова уже на русском, уже на уровне A2, B1 мы стараемся говорить только на французском, только объяснения могут идти на русском. Мы развиваем именно разговор. И здесь я тоже хочу рассказать вам немножко, почему у вас бывают блоки, и как мы с ними боремся. Когда вы по четырём видам речевой деятельности берёте, да, вот если вы берёте шкалу четырёх видов речевой деятельности, там разговор, лексика, грамматика и так далее, очень часто, особенно если мы не живём в стране изучаемого языка, у нас грамматика идёт вверх. И, конечно же, без грамматики сложно понять язык, но мы как раз-таки так строим уроки, чтобы у вас вот эти вот все четыре кубика шли вверх одинаково. И вот именно когда они идут вверх одинаково, вы, у вас нет блоков, да, то есть вы сразу начинаете говорить. Я лучше остановлюсь с грамматикой, но вы начнёте мне говорить уже сразу же, с первых уроков давать рассказы, описывать себя, говорить о работе и так далее. И вот группы нулевые, с которыми мы начали, вот уже через три месяца, они уже начинают говорить. Это так здорово, это так вдохновляет. И их, и меня. Вот, поэтому, если у вас какой-то блок, в нём есть две причины. Первая причина, это такая фактическая, это действительно, если виды речевой деятельности у вас не совпадают, и вы, грамматика, например, у вас ушла вверх, а говорить вы не можете. Или же вы так всё хорошо поняли, а вы слышите, у вас не получается. А это тоже одна из причин. Вторая причина, это может быть такая психологическая причина. Например, вы приехали замуж, вышли, и вам тяжело очень во Франции, и вам надоел этот язык, у вас с мужем не получается там на нём говорить. Это очень частая причина. Поэтому здесь тоже есть над этим работа определённая. И этот блок, он тоже быстро уходит. И я как коуч, как как раз-таки специалист, не специалист, но во всяком случае человек, который есть большой опыт по устранению этих блоков, стараюсь с вами над ними тоже работать. У меня индивидуальный подход к каждому ученику. Именно поэтому я остаюсь коучем во всех группах на данный момент, чтобы знать вас лично всех, и чтобы всем вам помогать. Вот, поэтому у нас как раз-таки и идут наборы. Сейчас я торжественно объявляю набор на группы, начиная с сентября, на все уровни. Кроме того, у нас намечается фонетический курс с Ириной, потому что у неё кандидатская по фонетике. Она суперфонетист, и будет именно курс по фонетике. Дальше у нас будет курс для Б2 про по писанию, написанию писем и вообще по письму. С Ориан, с носителем языка. Это из маленьких таких курсов. Там будет по час, по два в неделю. И у нас мы объявляем тоже курс французский для души, который будет по субботам один раз в неделю. На темы такие, которые просто на милые, прекрасные темы, если французский это ваша мечта, и вы можете уделить ему только полтора часа в неделю, плюс час домашнего задания. Две группы тоже набираются. Поэтому, ребята, записывайтесь. Я буду очень рада. Все, что я хочу, это просто, чтобы у вас был результат, чтобы ваши мечты, связанные с французским языком, а может быть и не только, реализовались. И такое у меня было, что ученики начинали учить французский просто из-за любви, а потом у них так жизнь складывалась, что там появлялась работа, связанная с французским. Жизнь положительно, там, жизнь просто в каком-то безумном потоке положительно менялась, появляются новые знакомства и так далее. Единственный мой вам совет, если вы себе что-то об обещали, то делайте до конца. Если вы решили за это взяться, вы обещали себе и Вселенной это сделать, то сделайте это, но просто ставьте реальные цели. Я надеюсь, я вам все объяснила. Если у вас есть вопросы, какие-то комментарии, пишите, пожалуйста, под видео. Всех вас целую. Пока-пока.